Ребята, привет! На нашем канале много автомобилей было, которые экономичные и практичные, а сегодня мы вам покажем ту машину, которая жгет бензин нещадно. Встречайте, Subaru Levork 300 сил. Levork это преемник Legacy, то есть японцы вырезали модель Legacy, ее уже не производят с 2014 года, и они называют эту машину компактным универсалом. Ребята, название Levork появилось не от имени какого-то инженера японского, который придумал этот автомобиль. Levork это аббревиатура, собрана из нескольких слов. LE это из слова Legacy, LE. O и V было взято со слова Revolution. И слово Touring дало две последние буквы R и G. Levork. Как только Subaru объявили то, что они выпускают данный автомобиль, они получили за три месяца 11 тысяч заказов. Это очень много и модель считается очень успешно на внутреннем рынке Японии. В России нет. В России у нас есть классика. Это Subaru Impreza, VRX и VRX STI. Наш Subaru LeVork комплектации GTS EyeSight. Это максимальная комплектация. Единственное, у нас не хватает подогрева сидений и памяти руля и сидения. Эти опции можно покупать, когда ты заказываешь автомобиль в салоне, но в данном автомобиле их нет. В остальном у нас синяя строчка. По центру сидений всех Alcantara. Кожаный руль. Подсветка LED. Антипробуксовочные всякие стабилизации и прочего. Этого здесь очень много. И даже есть какая-то система помощь с заезда в гору. Что удивительно. Хотя Toyota делает это с пуск с горы. Subaru сделали помощь с заезда в гору. Ребят, если у вас не хватает денег на 300 сильную версию с мотором двухлитровым или вы боитесь 300 сил, то что вы можете на них размотаться, для вас есть супер предложение от Subaru. Subaru. У них есть леворги на моторе FB16, у которого 1600 кубиков и 170 лошадей. Ну, естественно, лошадь добавлена в турбины. И эта машина тоже едет. И я думаю, вообще, для гражданской езды иногда продубасить вам 170 сил вот так вот. На 300 силах это, конечно, для фанатиков. Subaru применяют сейчас практически на всех моделях. Это вот такую вот полоску из диодов. Что для российского рынка, что для внутреннего рынка. Я считаю, очень красивая оптика. Везде Xenon. Такая вот еще полосочка. Мне оптика очень нравится. Агрессивная морда, решетка. Такой темный хром. Для субаристов, которые хотят видеть эту машину на каких-то ралли, я не знаю, ну, в общем, для чего были созданы вот эти импрезы, всякие VRX комплектации. Здесь не получится ездить по жесткому бездорожью, потому что у нас клиренс всего лишь 13,5 сантиметров. Когда ты управляешь машиной, аэродинамика, вот это все, как ты стоишь на дороге, все очень круто. Но, к сожалению, проехать на шашлычок даже в какие-то уже такие бугристые места вы не сможете. Ребят, почем опиум для народа? Леворк на моторе 1.6 170 лошадей будет вам с Японией стоить под 835 тысяч рублей. Это с пробегом под сотню. У каждого, конечно, есть сомнения то, что этот пробег японцы все дубасили. Но я вам скажу так, эти машины используются очень часто в гражданских целях. Поэтому я бы брал бы, на самом деле, себе бы, я бы, честно говорю, я бы брал бы. Но если вы хотите вариант 20-30 тысяч пробега, это, ну, плюс 100-150. 300 сильные леворки на моторе FA20. Это уже, конечно же, другие деньги. И самый пустой леворк, он будет стоить от 1.135 тысяч. Этот пробег также будет почти под сотню. Вы можете бояться, но люди покупают такие пробеги. Данный леворк с пробегом 23 тысячи. У нас есть нюанс со стопорем, но это мелочи. Я считаю, он технически очень бодрый. И его хватит реально без каких-то вложений прокатиться до 100 тысяч километров. Вообще не вкладывая в него деньги. И он стоит 1.470.000. Это очень дорого. Но 1.100.000. И вы уже возьмете такого леворка. Он, конечно, будет не такой жирный. Но сам факт, у вас будет мотор с 300 силами. И последние разработки от Subaru. Сердце этого автомобиля это мотор F-A20 300 сил. Трусу баристы скажут, что это геморрный мотор. Это уже не то. В общем, я не знаю. Эти люди, они всегда чем-то недовольны. Они были недовольны EJ20. Потом вроде бы Subaru подправили. У них масляное голодание ушло. Они все равно были недовольны. Сейчас пришли на смену и моторы F-B20, F-A20. Они опять недовольны. Говорят, это не то. Это Subaru не те уже. Я не знаю, что им надо вообще. В Японии V-RX в кузове седан. Они также идут на F-A20. У них также 300 лошадей. И там нету EJ. EJ ставится только на V-RX STI. Но в Японии эти машины с растаможкой Владивостоке 16-го года. Машина с пробегом 10 тысяч, 8 тысяч. Практически новая. Будет стоить 2 миллиона. Это 207-я комплектация. У нее 328 лошадей. EJ 20-й. Для внутреннего рынка ставится EJ 20-й. Шестиступая механика. ЛСД. Это настоящий True STI. Что же продается в России? Под названием Subaru V-RX STI. А там уже идет EJ 257-й. 2,5-й. И субаристы, true субаристы говорят, что развесовка автомобиля уже другая. И 2,5-й мотор вот этот EJ, он уже большой. И делают эту машину вообще другой в управлении. В езде 7% мощности она теряет. Ну, в общем, люди прямо заморачиваются. Вот они, в общем, все исследуют это. Поэтому, ребят, что купить? Я склоняюсь к тому, что нужно брать то, что делается на японский рынок. И не потому, что я продаю японские тачки, а потому что... Ну, вы подумайте, почему японцы все-таки для внутреннего рынка ставят EJ 20-й, который выдает 328 лошадей. У него все опции, что и в России, там, ЛСД, вот это вот все. У него идет гидроусилитель руля, никакой электроники. Ну, прям, это реально True STI. И стоит он 2 миллиона. А знаете, сколько стоят они в России? 3 600. Ребят, стоит вопрос. Вообще, а что можно привести из Японии себе на правом руле? Японская сборка. И будет много лошадей. И вообще получить эмоции от быстрой езды. Да, в принципе, ничего. Остались только Subaru. Это Форестеры на таком же моторе FA 20-й, 280 лошадей. Это Subaru WRX. Это Levorgi. В принципе, все. Есть еще Mitsubishi Lancer Evolution. Они выходят примерно где-то миллион 700, миллион 800. У них 280 лошадей. Они есть на роботе и есть на механике. Но у нас даже ни одного запроса не было. Люди, в общем, почему-то не жалуют на Mitsubishi. И мне кажется, они вообще завершили эпопею своих эволюшенов. И они уходят в более масс-сегмент. Subaru красавчики делают машины, которые дают эмоции всему миру. Вообще, вкладывают в этот сегмент. Развивают технологии в них. Новые турбины, новые моторы, новые опции какие-то. Сюда же вставляют какие-то камеры, которые следят за препятствиями, за полосой. Развивают тормоза. В общем, реально машины эти развиваются. А не просто те же самые моторы без обновлений. Штампуют, штампуют и качают деньги, как делают их братья по автомобилестроению из Германии. Здесь все по-другому. Здесь они вкладывают технологии под капотом. И эти машины живут больше сотни тысяч километров, что самое главное. Потому что европейцы, у которых 400-500 лошадей, да все, до сотни доезжаешь. У тебя замена коробки, замена мотора перебирать надо. Здесь ничего не надо делать. Меняешь масло, если ты еще гоняешь, но меняй масло ты раз в 2000. Все, у тебя тачка будет ходить, 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 ходить. Ребят, у нас еще цена, вроде бы, да, миллион четыреста семьдесят. Вы по-любому подумайте, блин, да это дорого за какой-то универсал. Пусть даже у него 300 лошадей, но это дорого. Но это на самом деле не дорого. У нас оценка R из-за того, что у нас японец подбил стоп, еще зацепил заднее крыло. И если бы у него была оценка четверка, четыре и пять, если бы у него было здесь вот все нормально, но это реально плюс восемь, плюс сто тысяч рублей, к цене на аукционе было бы. Японец нам передал, ну не нам, а клиенту, который купил эту машину, он передал стопы штатные, потому что вот эти, как вы увидите в этом видео, они очень красивые. Красивые, ну реально очень красивые, мне кажется, они похожи на стопы BMW X5 рестайловых. Здесь у нас он отдал нам старые стопы, которые стояли с завода. Ну, у японцев они вообще очень часто встречаются на каких-то завышенных автомобилях, джиме какие-то, они отдают пружины, стойки штатные, все, забирайте. Потому что у них очень урбанизированная страна, реально иметь какой-то гараж, какой-то сарай, где-то хранить вот это все, просто нет места. Продаешь машину, все вот это туда складываешь и на аукционы продаешь. А русские вообще, ну, всем очень приятно получать, когда у тебя вот такие стопы, которые еще можно продать. Ну, я даже не знаю, сколько они стоят, но хочешь, поставишь себе, хочешь, продашь. Ребят, совсем вам забыл сказать, если вы все-таки хотите себе универсал от Subaru, на котором вы будете ездить на шашлык, хотите на лыжах куда-то там, в снег залезть там и прочее, есть Subaru Outback. Сейчас они идут на моторе FB25, это 2.5 мотор, 3.6 EZ36 они убрали, но 3.6, конечно, это была сила. В общем, смотрите, Legacy все нету, модель изжила себя, либо, может быть, кто-то связан с Subaru и знает, почему они убрали Legacy, либо модель изжила себя, либо, ну, это просто какие-то рокировки, да, внутри компании. Напишите в комментариях, будет интересно. Legacy нету, появился Levor, компактный универсал, они его назвали. У них есть только турбо-версии, 1.6 и 2-литровые моторы. Если вы хотите клиренс 20 см, если вы хотите большой багажник, большой салон, покупайте Outback на моторе FB25, и это вам добро будет стоить примерно сейчас 1.817 года. Я считаю, практически за новую машину это хорошая цена. Так что у Subaru есть что выбрать для активного отдыха и погоняться. Сейчас на заправке встретился с человеком, который сказал, что это вот его Levor, 1.6. Сказал, двушка, круто, но он сказал, проехался на двушке, ему не понравилось, и налог еще, и он купил себе 1.6. Ну, что, хозяин-барин, но я думаю, вопрос в деньгах, бюджет полмиллиона разен. Levor, три режима, это Intelligent IS, он вам прям на приборной панели рисует график, как у вас работает турбина, и Sport Sharp, по-моему, называется, это когда вообще, то есть, машина дубасит на все деньги. Это очень быстро. Я просто немножечко, честно говоря, испугался, и поэтому не давил прям в пол, он бы набрал бы 180, вообще просто вот так вот. Труханул от его динамики, поэтому не стал ему вдавливать. В общем, это очень быстро. 23 тысячи пробег, 300 лошадей. Кони никуда не убежали, они все здесь под капотом, никто не умер. Все лошадки доехали с Японии до России. Ребят, вместе с табуном лошадей вы получаете еще и целый табун управляемости. Эта машина в поворотах очень круто себя держит. Подобные эмоции я испытывал на RX-8, потому что у нее широкая база, у нее были 255-е колеса. Я также в любой поворот заходил, как по рельсам. Здесь жесткая подвеска. Конечно, она дискомфортная в городе. Даже вот здесь вот есть какие-то трамплины. Очень все чувствуется. Но как она входит в повороты? Если еще, когда это твоя машина, ты уже приноровился, ты уже знаешь ее от и до. Ты можешь в каждый поворот входить вообще, я не знаю, наверное, на 140. Вас, наверное, очень интересует тема это расход этой тачки. Потому что 300 лошадей, 2 литра. И эта машина даже в интеллигенте она валит. У нас компьютер показывает 7.5 км на литр. Это хороший показатель, потому что мы как бы 70% времени ездим на интеллигенте. Вот иногда включая спорт, спорт шарт. И я вам скажу, что 7.5 км на литр, это примерно... Вместе с такой ездой, я думаю, если перевести литры на сотню, то где-то 13-14 литров он будет есть на сотню. Я считаю, за те эмоции, которые дает эта машина, это расход более чем адекватный. Ребят, мне понравился Ливорк. Эта машина, с одной стороны, она дорогая, 1.5 млн. У нее зато есть очень стильный мотор, у нее стильная внешность. Последние технологии Subaru вы найдете в этом автомобиле. Если вы не хотите закапывать 1.5 млн. средства передвижения, даже эмоционально, то купите себе Ливорк с мотором FB16, 170 лошадей, и будете ездить быстро. Вы можете туда засунуть лыжи, мутить какие-то переезды, ездить с полным салоном коробок, ездить на моря, ездить, жарить шашлычок. В общем, универсал. Есть и универсал, даже с турбовым мотором. Ребят, если хотите прикупить какой-нибудь универсал в виде Ливорка, может быть, это будет Филдер, может быть, это будет Аутбек. Япония предлагает очень много вариантов. Звоните, пишите, все ответим. А я буду ждать ваши комментарии внизу под видео. Не забудьте также поставить лайк, комментарий написать, подписаться на канал. Пока! Компания «Сфера Кар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сфера Кар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля. Компания «Сфера Кар» Компания «Сфера Кар»